Исчерпав на местном уровне все возможности призвать к ответу или хотя бы к совести Нижнеломовского князька Андрея Палазника, жители Нижнего Ломова Пензенской области прибыли в Москву с петицией к Владимиру Путину. Политвестник уже рассказывал о проблемах в Нижнем Ломове. Город буквально стонет от деятельности главы местной администрации господина Палазника. Одна только цена домовых счетчиков, устанавливаемых по инициативе местных чиновников, вызывает глубокий шок. При стоимости в 40 тысяч рублей граждан обязывают платить за них 400. Предпринимателей душат налоговыми оброками и справедливости не добиться. Полиция, прокуратура, суд – все в руках местного бога и царя Андрея Палазника. Вот и приехали отчаявшиеся жители Нижнего Ломова в Москву. Написали Путину письмо и пришли в приемную президента. Нам поставили общедомовые учеты прибора, без нашего ведома, не собрали даже собрания, никакого протокола нет, поставили их, не дали, мы им даже не дали технические условия. Технические условия должны были выдать домовладельцы. Если бы мы не смогли их выдать, то попросили бы какую-то проектную организацию, но этого не было. Поставили счетчики, ну, нам вот в нашем доме ставили самым последним. Мы противились, противились, но все-таки поставили нам. А по какой цене вам поставили счетчики? Нам поставили где-то около 400. Тысячи рублей? Тысячи рублей, да, да. А на самом деле они сколько стоят? На самом деле где-то они около 40 тысяч, да. И вы обращались раньше в какие-то инстанции? Мы хотели сами поставить, собрали денежки и обратились в теплосеть, попросили у них технические условия. Технические условия они нам не дали. А другая организация, пенсионская, которая хотела нам поставить три счетчика как раз на тепло, горячую воду и холодную воду за 210 тысяч рублей. Вот, они нам не дали технические условия, а те говорят, если мы вам поставим и те поставят, то будем платить и тем, и тем. Судьи, они вообще не работают, прокуратура вообще не работает. Так что везде мы по всем инстанциям обращались. А последний вот суд был, последний суд был, судья даже сидела жвачку, жевала. Это уже прям ни в какие рамки не входит. Это что такое? Это уже неуважение к жителям. И какой вердикт вынесла судья? Что она вынесла? Платить нам. Платить такую сумму. А у вас есть такие деньги вообще-то? Откуда они у нас? Я пенсионерка, я получаю 8 тысяч пенсию. И где я должна такую сумму взять? Как вот мне на 5 лет это все распределили, да, на 5 лет, я им должна выплатить около 10 тысяч. Ни одно наши вот эти претензии не приняты. И сейчас прокурор говорит, а вы думаете что? Дело-то разваливается. И судья говорит, вы понимаете, так к кому нам еще обращаться? А жители, на жителей повесили даже кредит. Такого вообще не может быть. Все разговоры о том, что в России должно развиваться частное предпринимательство, на нашем примере мы видим, что это только пустозвонство. То есть, скажу один пример свой. У меня были приобретены теплицы, тепличный комплекс, где посажен был урожай. Именно главой администрации было предложено, чтобы я отказался от своего бизнеса и перевел землю в промзначение. Чтобы именно платить налоги ему земельные. А то, что сельхозпроизводство его не волнует. То есть нужно именно хапать и хапать. То есть, при моем отказе, мне были сразу же повышены налоги за землю в 50 раз. Это вы знаете, это просто нонсенс. То есть, мой бизнес становится убыточным. Хотя, весь урожай 2013 года был собран и развезен в детские дома. Это дома престарелых, школы и детсады. Что иметь за благодарственные письма? То есть, жители всему радуются. Даю рабочие места. У меня работает где-то 20 человек, понимаете, на этих работах. И сейчас я, просто говоря, хочу закрываться, потому что смысла нет. Сегодня в 50 раз, завтра может быть в 500 раз. И то есть, у нас только можно сажать, а я говорю, извините, с такими налогами, что я должен сажать? А нашел только или кокаин? Другого варианта нет. У нас, как говорится, зона экстремального сельскохозяйства. Мы не снимаем 5 урожаев, мы снимаем только один урожай. Вот еще вопрос. А чего добивается господин Полазни, как вы думаете? Вы знаете, такой чувство, что он добивается, как вы правильно сказали, быть бароном. То есть, должны все делать то, что он хочет. И то, что он считает нужным, понимаете? Но не может во всем понимать и соображать. То есть, понимаете, есть сельская, есть промышленность. Везде нужны свои специалисты. Я им объясняю. Да, у нас может не такие развити технологии, но мы будем выращивать экологически чистый урожай для своего населения, чтобы было здоровое население, здоровая молодежь. И была своя работа. Пускай, может, наша продукция будет дороже, но она будет чистая. И мы будем здоровые и сильная нация, которая может, как говорится, достичь огромных успехов. А вот я смотрю, у вас не так много людей приехало из Нижнего Ломова. Всех остальных устраивает? Не устраивает. Есть угрозы, есть, понимаете, шантаж. Все. Люди боятся, боязнь, понимаете. Но мы запуганы. То есть, это уже те, кто, как говорится, уже терять нечего. Кого прижимать к стенке. То есть, кому деваться некуда. Или же ты вообще погибнешь. Или же дерись, борись. Вот в чем вопрос. Наши власти, это все идет от того, что они пишут липовые отчеты, пишут липовые доклады о повышении уровня жизни, о повышении товарооборота, о повышении зарплат. На самом деле ничего такого нет. Зарплата на 30% ниже, которая пишется в отчете. Товарооборота вообще не идет. Потому что люди вынуждены жить только на кредиты. И всем приходят смс-ки, письма, возьмите кредит, возьмите кредит. Потому что они уже знают, что люди не получают дохода никакого. В том числе и предприниматели. Вот в последней сессии нам повысили плату за аренду земли муниципальной в 4 раза торговым площадям. Потому что уже отобрали выплаты ветеранам труда, отобрали выплаты детских пособий у неработающих матерей. Теперь принялись уже за предпринимателей, потому что уже некого денег не осталось, кроме предпринимателей. А как же вы выживаете? Ну вот пока выживаем. Вот боремся из последних сил. Надеемся на президента Владимира Владимировича Путина, представителя правительства Дмитрия Владимировича Медведева. Что они обратят наконец внимание на региональную и особенно местную власть. Там творится полный беспредел. По сложившейся в России традиции граждане любят верить в то, что царь добрый, а боярь злые и обманывают хорошего царя. Мы будем следить за развитием событий в Нижнем Ломове. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.